Визит в Германию украинского премьера Арсения Яценюка, похоже, запомнится исключительно скандалом вокруг его заявлений по поводу событий Второй мировой войны. На этом фоне, на второй план, отошла экономическая повестка визита. О том, какой она была, расскажем далее. Официальный визит как повод провести роад-шоу. Еще до своего вызвавшего всеобщее недоумение выступления на одном из центральных телеканалов Германии Арсений Яценюк успел встретиться в Берлине с представителями немецкого бизнеса. Не подозревавший об альтернативных взглядах украинского премьера на мировую историю, предприниматели услышали призыв Яценюка вкладывать в газотранспортную систему Украины. Он напомнил, Киев сделал все для того, чтобы европейские инвесторы получили к ней доступ и теперь ждет их с распростертыми объятиями. В качестве аргументов плюс, премьер ожидаемо привел отказ России от строительства Южного потока. Но в связи с этим значение Украины как страны-транзитера российского газа в ЕС выросло. При этом, как видимо и в случае с высказыванием про второжение СССР в Германию, Яценюк не в курсе того, что будет построен альтернативный Южному потоку газопровод. Он пройдет через Турцию. Впрочем, как известно, западные инвесторы, которых всеми возможными способами заманивают принять участие в банернизации порядком изношенной украинской ГТС, не спешат вкладывать в нее свои средства. Как не спешит Запад, выделяйте финансовую помощь Киеву, хоть и обещает ее при любом удобном случае. Вот и накануне в присутствии президента Германии было подписано соглашение о предоставлении кредитных гарантий от ФРГ на 500 миллионов евро. Однако кем, когда и под что эти деньги будут реально выделены, вопрос пока не решенный. Участники рынка представляют нынешнюю Украину не иначе, как бездонной бочкой. Их не убеждают даже призывы такого финансового гуру, как Джорджа Сороса, который накануне заявил, для спасения Киева Западу необходимо срочно найти 50 миллиардов долларов. Конечно, это очень хорошо, что мистер Сорос так легко берет с потолка какую-то цифру и выдает ее за решение всех проблем. Но, как мы знаем, Украина уже получила несколько траншей помощи и ничего при этом не сделала. Выделять ей деньги все равно, что отправлять их в черную дыру. Принципы сначала реформы, потом деньги, похоже, намерены придерживаться и в Международном валютном фонде. Месяц назад там подсчитали. К 17 миллиардам долларов, уже одобренным для выделения Украине, необходимо еще как минимум 15 миллиардов. Как раз в эти дни эксперты фонда проводят в Киеве инспекции. Как выполняются обещанные в обмен на помощь реформа. И уже по итогам этой проверки будет принято решение, получит ли страна очередной транш. Владимир Канищев, Вести.